Итак, всем добрый вечер, дорогие друзья! С вами сегодня Уиллоу, и мы смотрим, наконец-таки, наш турнир. Это 10-й Оркс Кап. Сегодня у нас первые квалификации. И первый матч на нашем стриме — это Overwatch Rejects против Aipen Team. Карта Heaven, Best of 1. Проходит у нас сейчас пик персонажей. И ваши ставки, дамы и господа. Кто, по вашему мнению, заслуживает победы? Что Overwatch Rejects, что Aipen Team — команды по именам более-менее известные. Overwatch Rejects, правда, относительно свежий стак. Вместе они играли очень мало, насколько мне известно. Aipen Team — всё-таки более опытный коллектив в плане игры друг с другом. Так, у меня что-то, как картинка игры подфриживается. То 35 секунд, то 10. Что такое? Так, сейчас всё хорошо. Кто у нас в дефе, кто в атаке? Вот вопрос. Так, вот нам оверлей выскакивает. Который подсказывает, что Aipen у нас будут... Наоборот, у нас сразу же косяки пошли. У нас оверлей, по-моему, ошибочный. Aipen у нас в атаке, и Overwatch Rejects будут атаковать. Да, спасибо. Что же, мы видим сразу же... А, я уже хотел было сказать, что мы без Sage вообще увидим игру, но нет. Что там, что там есть после AJ, я их увидел, конечно же, в последний момент. Так, вот нам показывают составы команд. Ксенон, шарик МСХ, Алексей из Сагасити, он же известный под никнеймом Flammable. И у нас первый раунд начинается. У нас сразу же атака от команды Aipen будет идти на флэнг С. Здесь Сагасити сразу же ставит стену. И её будут, конечно же, ломать. И здесь уже команда защиты перетягивается на этот самый флэнг С. The Trove кидает гранату, которая, кстати, может дать свой первый фраг. Нет, она ничего не даёт, к сожалению. Но два фрага уже есть за командой Aipen Team. Спайк уже стоит. Алексей стоит, даблдор взял гол. Его сейчас тут будут принимать с двух сторон. И только Лишем СХ делает один фраг. И Aipen Team забирает пистолетный раунд. Довольно-таки лёгкий и быстрый раунд для команды атаки на плэн С. Но не будем забывать, что всё-таки атакующая сторона на карте Heaven является более сильной, нежели сторона диффенса. И у нас пока что ничего, кроме спектра. Четыре гаста, один спектр у нас от атаки. Это интересно на самом деле. А МСХ в шорте остальная команда Overwatch Regress просто не закупала ничего. У Эко. Двести потраченных кредитов на всю команду. Вот это экономика. И у нас сразу по миду проходит команда Aipen. Здесь МСХ с Агасити будут встречать своих оппонентов. Но пока что никто не идёт. Zimple разве что. Почекивает даблдор. Заходить пока что туда не планируют. Ждут они пуш от оппонентов. Но с классикой вряд ли кто просто пойдёт пушить. На A сейчас, кстати, у защиты просто никого нету. И потихонечку атака идёт именно в направлении этого самого плента A. Шарик, правда, уже перетягивается. Там Сайфер, по-моему, спалил растяжкой кого-то из игроков атаки. Лана делает фраг через клетку. Также Квикси делается раздаста. И здесь уже Оман пробирается в спину. Ксенон делает один единственный фраг. Опять два раунда, два фрага от команды Overwatch Regex. И это 2-0 за Айфод. Сейчас должен быть, по идее, байраунд. От той другой команды, да. У МСХ даже есть оператор. Правда, единственная проблема этого самого оператора. Он абсолютно без армора. Это может сыграть злую шутку. С командой Overwatch Regex. У нас, кстати, стрим элемент, пожалуйста, поправьте. Там сетка H с прошедшего GLX показывает. А нам нужен Good Game. Так, МСХ у нас агрессивно пикает банан. Два человека сейчас на А. А, Б абсолютно чистый является сейчас. Хотя нет, туда подбегает уже Killjoy обороны. Ксенон сейчас у него будет встреча в Даблдор. И Труф делает опен фраг. Занимается Даблдор сейчас командой Айпон Тим. Согласите. Разменивает. Великолепный фриз. Сейчас был вот Согласите. Тут же Квикди его убивает. МСХ реализует свой оператив. Пока что на один фраг. Алексей МСХ. Вот это да. Остается один Квикди. Один в два ситуация. Для него сейчас. Третий фраг в этом раунде. И остается лишь Сайферу командой Ройш Реджекс. Это шарик. И Квикди делает квадро килл. И это Квикди 1 в 3 от совы команды Айпон Тим. И 3-0 общий счет. Вот это да. Хороший Квикди. И показывает свое превосходство сейчас, по-моему, Квикди. Просто над своими соперниками. Соперниками. Очередной эко-раунд у нас для обороны. Согласите. С дробовиком. Любитель дробовиков он, судя по всему. Хотя нет. Решил взять шериф все-таки. И у нас три шерифа. Френзи и Классик. С лайт-армурами от обороны. МСХ сразу же с ультимой. Я думаю, согласите. Алексей делает фраги. Но. Спайсман Труф разменивают. Вот это да. Неожиданно хороший в экономическом плане раунд для обороны. Здесь срывается. Вот. Труф. Видел сейчас модельку своего оппонента. Идет в точку Ксенона. И не убивает никого. Квикди. Хэршот. Спалили сейчас здесь Ксенона. МСХ. Ксенон. Остается 1-1. Сахер против Омана и Ксенон. Выигрывает сейчас эко-раунд для своей команды. 3-1. Первый раунд. Причем в неожиданной ситуации. Забирает команду Overwatch Redges. И это уже должен быть форс или даже эко от команды Айпон Тим. Вот это да. Да, у нас тут Спектр, Вандал, два Шерифа и Классик. В то время, как опять МСХ с оператором у нас будет. Начало раунда. И у нас МСХ опять агрессивно пикает со своим оператором. А он не рискованно. Кеймстайл. У этого молодого человека. Труф здесь будет сейчас с ультой вытрыгивать, выбегаете, выстреливать. Но, к сожалению, время окончено он для его ульты. И это... Несмотря на нереализацию ульты. Труфа, это 5-5 будет выбивание для команды Overwatch Redges. Без каких-либо потерь, та или иная команда. Сейчас пока что играет. Труф делает первый хак, он разменивает Алексей. 4-4 Сагасики. Минус кодеку, фу, заказать и так же резать шарика. Алексей, я делаю хаги. Квигзи. Ультует. По-моему, никого просто сейчас не заделся. Хотя последний стрелой задевает. Я не увидел. Кого Алексей, тем временем диффузит? Нет, он зачем-то перестал это делать. Симпл. Один в два остается. Ой-ой-ой, МСХ сейчас прыжка показывает, как надо убивать с классика. И это второй уже раунд для команды Overwatch Redges. Причем такие достаточно тяжелые раунды забирают обороняющаяся команда. На тоненького играют. Так, и снова байраунд, но атака у нас без снайперской винтовки будет работать. Так, пока что у нас атака будет сконцентрирована снова под базу А. Ксенон, кстати, занимает довольно неожиданную позицию, которую чекают очень редко при атаке на Дабл Дуор. То есть, если бы атака шла туда, это было бы максимально неожиданно, пока шарик ослепленный и просвеченный. Остается один на базе А. Еще так же ультует у нас Алексей. Спайк поставлен и убегает сейчас просто команда Айпон из-под действия ульты Киллджой. Один игрок замедлен. Интересно, кто это был. Квикзе убивает Алексея. Сейчас 5 в 3 даже ситуация. Для Айпон. Ксенон, Ксенон там где-то просто троих в линию положил. Вот это да, сагасит и делает четвертый фраг. Идет диффуз. Остается Сайфер, который просто не успеет добежать до этого диффуза. И это 3-3. Вот это да, Ксенон сейчас, по-моему, просто вытащил раунд команды Overwatch Rejects. И счет, наконец-таки, равный. После трех проигранных раундов подряд реабилитируется у нас. Бывшие игроки в Overwatch. И матч становится все интереснее. Снова эко-раунд у нас от атаки. Шериф и Эспектр. Не только лишь у троих у нас Lighter Mork. Ксенон опять занимает позицию на ящиках на Даблдоре. Но снова у нас атака идет от Аплэнта ВСХ. Сейчас обидно не попадает. И сразу после этого промаха у нас атака перетекает потихонечку с Аплэнта на Мидрл. Будут смотреть Бэплэнд. Так, под Ксенона выйдет ли кто? Сейчас самый интересный дуэль будет. Пошла флешка. Ладно. Она тэкров видит его Ксенон. Ее тут же убивает. Нам показывают сразу повтор этого момента. Не прочекали сейчас ящик. Что там у нас дальше по ситуации? Дальше без торти-шарик. Ксенон МСХ делают тут же просто свои фраги. Остается один хит-труф. Спайк, правда, поставлен. Мне не будут. Расстрелы. Расстрелы. Вот такой. Чуть-чуть на позднем тайминге. Было бы это все. Оставалось бы меньше времени и было бы бесценно. Был бы бесценен этот ранец. Но его тут же убивают товарища Трува. И 4-3 впервые выходит команду Героя Шеджик вперед в этом матче. Довольно интересный. Напряженный и равный матч мы видим. Не то, что обещали первые несколько раундов. Прямо чувствуется, что это 50 на 50. Интересно, какую тактику сейчас изберет Айпан Тим. Они пока что хотят, судя по всему, занимать мидл. Вместе с Квикси, смотрящим на Целон. Цеха оправдалась. Наконец-таки его агрессия, правда, Трува не пресают. Так, пошли с Макея. А БМЦХ расстреливают буквально на 10 хп. Цеха снова будет ли выпадать? Нет, Ксенон здесь. Его наказывает Трув. Алексей тут же делает размен для своего напарника Квикси. В 20-го сетилана нашел МЦХ. И сейчас преимущества за Айпан Тим Алексея и Шарик остались только лишь у команды Overwatch Rejects. Это будет план спайка на точку Б. И, скорее всего, будет сейв или же попытка ретейка от Overwatch Rejects. И тут же, в секунду, эти самые ребята на ретейке. Алексей и Шарик погибают. И 4-4. Быстротечные у нас раунды в этом матче. Не дают ни пяди друг другу, не уступают команды. Так, наконец-таки у нас, по-моему, оператор появляется в атаке. Трув подобрал, судя по всему, смертного МЦХ в прошлом раунде эту самую снайперскую винтовку. Спасибо за синий экран на Windows. Так, у нас теперь 2 человека у Overwatch Rejects занимают дабл-дуор. МЦХ опять делает опыт так. Воллане. И сейчас ультимейт пошел вот к ней, где убивает, сагасить и там еще... Вот чуть-чуть правее бы, и можно было бы еще одного человека добрать. Трув опять у нас. Не получается у него реализовать свой ультимейт. Просто выстрел в воздух. Синуан. Пайсман. Оманы обеих команд сейчас работают. Трифт-ри ситуация. Можно ставить плент. Что и делает. Сзимпул. МЦХ вместе с своим оманом сейчас будут выходить с дабл-дори, но нет, там стена. И здесь под флешку шарик. Вот это сейчас тимплей шарик. И остаюсь с 1 в 2. Сзимпул убивает МЦХ, но ксенон добираем. Сейдж команда iPhone Team. И это 5-4 в пользу Overwatch Rejects. За слабую, казалось бы, сторону сейчас большинство раундов забирают. Забирают Rejects. И это может на самом деле обернуться большим преимуществом во второй половине. Но будет ли это так, это нам уже предстоит узнать при смене сторон. Пока что... Пока что у нас осталось 3 раунда в первой половине. МЦХ снова агрессивный. Одно из самых агрессивных ВП, которые я когда-либо видел. Просто каждый раунд он выпадает то на миддл, то на дабл-дор. Так, шарик здесь его. Казалось бы, встречал Спайсман, но нет. Шарик пристреливает со спектра своего визави. И, кажется, должны поменяться планы команды Айпен Тим. Они пока, судя по всему, в серьезных размышлениях после этого фрага. Вот сайферы команды Rejects. И медленно, плавно уходят на миддл, судя по всему. Или даже под план цены, которым, к слову, нету абсолютно никого. И можно было бы туда попробовать развить свою атаку. Что они и делают. Сейчас здесь только лишь Алексей, который будет пытаться с Фантома на дальнее расстояние. Кого-то пристрелять. Нет, он уходит прямо аккурат в тайминг, когда будет вылетать сейчас команда Айпен Тим на этот самый пленце. В него тут и фризы, и стрелы, и стрелы летят, и гранаты летела. Ой, какой шок-дар! МСХ здесь просто не выживает. Так, Алексей, он теперь ссор, а пиратом застреливает сейчас он, по-моему, сайфу и туалет. Алексей, первый фраг Алексей, второй фраг. Вот-вот, кому надо было отдавать оператору с самого начала, скорее всего. Здесь также еще ульта от Killjoy, команды Redgex. Шарик. Еще один фраг, Алексей, нет! И нет, все-таки третий фраг от Алексея с оператора есть. И здесь, конечно же, хватает времени для того, чтобы раздиффузить этот спайк. И 6-4. Да, вот он, пострелу, по Сейдж-Киллу, по Сейдж-Киллу, по Сейдж-Киллу, по Сейдж-Киллу. Также килл по лане, и там еще был великолепный третий килл от Алексея. Но все еще с оператором у нас МСХ, у Рэккерса. Показываю этот самый третий храг. Счет 6-4. Это уже не пройгранная половина для Redgex. И надо сейчас сайпоном делать все для того, чтобы сравнять счет в этой самой первой половине. В Сейх-Киллу, вот он, опять-таки, агрессия. И она оправдалась в минус по Сейферу. И вот тут же рисуют. И это будет максимально сейчас, по-моему, быстро атака. От Айпон-Тим. Труф, убивать шарика. Также Квикси. Фраг по МСХ. И здесь должен уже ориентироваться тот Ксенон. Хорошая, кстати, позиция у Спайсмана. И это просто сейф. Просто команда Overwatch Redgex уходит на сейф перед последним раундом половины. Не пытаются они выбить. Здесь только один лишь человек около Каттери Спайта. Я чуть не сказал, было сова. Но нет, это не он. Совы, потому что у Redgex просто нету. Ну, что же, ждем Спайка. Это 6-5 и... Интрига наколена до предела, как мне кажется. Сагасите там, убивают Спайсмана на... Взрыве Спайка, грубо говоря. Да, вот он счет 6-5. У Спайсмана, благо, есть деньги на закуп. А вот у МСХ с шариком дела обстоят, мягко говоря, не очень. Хорошо. Взяв броню и обилки, у Шарика остается лишь 500 кредитов. Но есть има, которая, конечно же, дропнет то, что тебе надо. И МСХ у нас снова с оператором. Сагасите у нас отыгрывает там саппорта без армора. Почему, правда, у нас никто... Нет, некоторые ребята из Айпом не взяли армор. Человека были вообще без брони. МСХ, вот она агрессия, которая иногда оправдывается. И просто сейчас вся команда будет под Ксенона, судя по всему, выходить, который не занимает на трасс-коробке, а играет более защитно. Не пошла у нас ответа. Флешка сагасит и делает минус 3. Там просто в линию забирает сейчас товарищей из Айпом Тим. И неожиданно и резко ситуация 2 в 4 для атаки. Ксенон также убивает Роквигзи. И МСХ находит лан. Семь-пять и первая половина у нас заканчивается победой команды Overwatch Redjects. Смена сторон и пистолетный раунд, от которого может на самом деле... Следующий раунд, который может повлиять на исход встречи, потому что выигрывай команду Overwatch Redjects эту самую пистолетку и огромное преимущество, которое надо будет постараться камбэкнуть команде Айпом. А я напомню, что это Best of 1. Best of 1 матч, и у нас нету сетки лузеров. То есть проигравшая команда у нас выбывает из турнира. Начало раунда. Судя по всему, у нас идет атака на Даблдор. Труп тут... Я говорил про рессию МСХ, но нет. Тут труп просто поджал банан максимально сильно, насколько он может. Квигзи ждет сейчас Даблдор. Слышит все прекрасно, дает даже... Хочет по кому-то, вот это прострелы. Прострел из ГАЗ-100, ребята, где увидишь, кроме как и в профессиональном Валаранте? Извиняюсь, МСХ делает фраг по Лана. Размены тут и там. Сейчас Сагасити ставит Флэнд. Два в два у нас ситуация. Пошел Бомбатрон от Трува. Будет под него он выходить. Сагасити! Сенон убивает Симпла. Труп остается один, и Сенон делает трипл килл в этом раунде. И выигрывая тем самым пистолетный раунд для своей команды. Вот он, Хар. Великолепные прострелы. Нам показывает Квикси. Но, к сожалению, это не помогло ему и его команде победить. Во втором пистолетном раунде. И у нас пошли спектры от атаки. Тем временем Лана, кстати, рискует максимально. Берет шериф. Тратит большую часть своих денег. Так, и это, судя по всему, сплит. Сплит только чего. Казалось бы... На С хотели идти. Алексей здесь встречает Трува, который второй раунд подряд играет максимально агрессивно. Зимпли у нас оттягивается по ревятку. Выпадает и делает даже фраг по Ксенону. Здесь еще три человека. Команда Веройч Хэджис будет на него выходить. Размен у нас с Агасити. Один единственный, кто сейчас во время этого самого выхода на плента делает фраги у Реджиксов. Снова два в два выбивания на усовы. Есть их и по Квикси. Вот это раскидка. Почему мы ее не показали? Вот это да. Так, у меня пропал экран очень вовремя. Алексей сделал фраг по Квикси, но Вайсман, оставшись последним человеком живым на этой карте, выигрывает ситуацию один в один. Да, спасибо, фраги показали. Там великолепный стрейфкил вот Алексея, но Спайсмена он, судя по всему, не ожидал. Хотя там выжить было практически невозможно. 8-6! Забирают экономический. И Байраунд у нас от защиты. В то время как Атака будет играть максимально экономично. Настолько экономично, что Шарик аж берет Шорти Спайсман. Он вот это нашел сейчас в голову Ксенона, пока рассеивался дым. Пока он ложился медленно и верно на начало лонга. Реса, естественно, не будет. Квикси забирает МЦХ. Уже плачевная ситуация для команды Овервотч Райджекс 3-5. Алексей, правда, опять находит прострелы с Гаста Омана команды Айпан. Уй-й-й-й, чуть пониже земли сейчас бы прицелился и убил бы Шарика. Но нет. Немножко ему не повезло. Так, здесь, видите, в котором просто идут линии, и он не дожимает. К сожалению, Алексей делает второй фраг для себя в этом раунде. Гранат, а там два лоу-хиповых человека, и Труф находит этой самой гранатой. Шарик-то остается бедный Алексей один. Ему надо было бы сделать эйс, чтобы выиграть этот раунд. Буквально 20 хп, но нет, Труф его забирает. И это 8-7. Не отпускает очень далеко команда Айпан своих оппонентов. И у нас сейчас дуэль операторов, мне кажется, должна быть где-то под плентом Б. Я хотел бы увидеть. Но, как говорится, будем так вот опять. Вот как раз, но тут у МСХ2 оппонента, там, по-моему, даже три. Труф опять. Смотрите, насколько Труф просто не боится ничего и никого. Тут, правда, сейчас турель Алексея спалит этого самого Труфа. А его тут и ждут, что ли? Нет, тут его Ксенон наконец-то все-таки дождался. Алексей у нас ультует где-то на мину, как я понимаю. Показываю, как убили Труфа. Спасибо за повтор. Ни одного игрока не замедлено ультой. Килджой. И очень-очень медленно у нас атака идет в сторону базы А. Валорант Каст-студию. Спасибо. Душевно. Интересно, было ли это вид на стриме? Но если это было, то это было плавно. Ладно, тут же делают хак по шарику. Ксенон разменивает по земле, по сапочку команды. Айпан. И Квиксис, Бэплэн Та сейчас просто пытается разлетиться. Но не настолько глубоко Овербольд Шайдер заняли. Плэнт. Пошла опять раскидка шоу к дартов от Квикси. Но там уже никого нету. Поздно. Поздно все делает сова команды Айпан. Чекают по девятке. А там, кстати, ту рель в самоку она не видит. Ладно. На агрессию. Убивает. Сагасите Квикси. Так же, как у Алексея. У Ксенон остался один. И Квикси его нашел. По трипл киллу сделали Квикси. И Ксенон. Ксенон 17 на 9. Вот это перформанс. Хотя у Квикси все получше даже, я бы сказал. 24 на 11, когда он на втором месте в его команде 10 на 11. Вот это, вот это керри в команде. Вот это да. 8-8 и что-то мне подсказывает, что таким темпом можно и до овертаймов доираться, на самом деле. Атака у нас опять будет экономить. В то время как Спайсман пошел, по-моему, куда-то в максимальную адресию с оператором. О да, Плэнт у нас будет проходить атака от Реджиксов. Но пока что этого не до конца осознает Айпен Тим. И Сага Сити просто медленно и верно проходит через шор. На Плэнт А, так ладно, тут, по-моему, распинговал все как мог. Бросает джет в дым, чуть ли уже не в лицо Сайферу. Пошли гранаты, пошел раскид. И это после раскида, что надо сделать правильно, перейти свой рез практически. Пытаются расшатать сейчас, по-моему, оборону. Команда Overwatch Rejects. Посмотрим, удастся ли. Просто они ходят вот этим максимально близким стаком. Так, тут у нас пошла тяна. В нее же стрела сейчас по двоим минимум она попадает. Но зимпли и труп делают по фрагу. Так же труп будет пытаться затрать второго. Зимпли и Спайсман еще забирают двоих. И остается один из шариков с плентом. Времени мало. Спайсман, Спайсман, вот это тайминг сейчас ловит. Чуть-чуть потерпел бы и убил шарика. Здесь будет, естественно, будет шарик. Нет. Не убивает он Омена. И это 5 в 0 у нас раунд. 8-9 в пользу команды. В пользу команды Айпун у нас становится счет. Наконец-таки снова иностранный коллектив у нас вырывается вперед. И сейчас очень шаткая экономика снова у нас у команды Rejects. В то время как Айпун и по экономике практически не проседают у них у двух человек. Так, там 3600 есть, есть 2000, но есть также Труф, у которого аж 7900. Так, у нас пауза, кстати, прожата почему-то. Есть ли информация по поводу паузы? Что с кем случилось? Уважаемые режиссеры. Так, тишина пока что у меня в ответ по поводу паузы. 28 секунд у нас на таймере зафризились. А пока хочу спросить у чата, кто у вас фаворит. Пауза тут же после этого вопроса отжимается. Фаза покупок у нас потихонечку заканчивается. 10 секунд. Счет 8-9 в пользу команды Айпун. И сейчас для реджиксов это очень важный раунд, потому что если они его не берут, с экономикой все будет максимально плохо и это чуть ли не 11-й будет для Айпун. И вот он, Алексей, делает опен-фраг по трубу. Начало победе положено в этом раунде. Но максимально аккуратно играет атаку. Кстати, поменяйте оверлей. Я чуть было не ошибся командами. Так, Виксис опускает рона. Спасибо. Двой... Он прострелил двоих. Неплохо. Так, земля на него. Сейчас Алексей выходит. Алексей делал второй фраг. Вот это заявочка уже. МСХ тут. Просто оператор самый верхний тип наражен. Еще и убивает Квигзи. Остаются 2 в 5. Участники команды Айпун. Алексей просто не видит дыма. И убивает через него в голову. Сайфер команды Айпун. Остается Спайсман 1 в 5. И это должен быть от него сейв. Несмотря на наличие кредитов, казалось бы. Но оператору лучше не отдавать. Он будет пытаться сейчас выбивать. Девайсы с оппонентов. Но здесь будет сейчас встреча Шарика и Спайсмана. Я бы на нож посмотрел. Хотя нет. Тут его не будет. Тут будет Харпус по Шарику. И охота за Спайсманом началась. Здесь телепорт Умена. Слышит его Спайсман. Ой-ой-ой. Не попадает как Адлитный сейчас. Он качащему как лягушка Ксенону. Нам показывают повтор этого момента. Чуть-чуть не попал. Чуть-чуть не довелся. Спайсман перед выстрелом. И 9-9. Все упорнее и упорнее становится матч. И байраунды у нас с оператором стоит в другом экране. И пошел с ног. Пошел. И мы так. Спайсман с агасти тут же рез. А это здесь? Нет. Здесь для Ланы мало места для того, чтобы пройти через эту стену. И попытаться забрать сразу двоих. Ксенон. Фраг. О. К тому саму Спайсману. Здесь Квикси будут его ждать. Сейчас рассеется смог. И будет самое интересное. МСХТ временем еще убивать зимпли. Здесь никто на Квикси не выходит по итогу. Обновляется МСХТ в окно. Сага сити фраг по лане. Снова у нас огромное преимущество для команды Роуч Реджекс. Просветку от Квикси. Пленто. Шарик МСХ находит где-то в голову Квикси. Труф остается снова 1 в 5. Снова с оператором и это опять сейв. И это экономически следующий раунд для обороны. То есть очень велика вероятность 11-го для атаки. Что будет невероятно. Если как по мне. Но тут девятки труф убивать. Агаси теперь и пошел. Второго он оставил, по-моему, на луне. Труф, но тут же Ксенон. Да, там 9 хп у Ксенона осталось, по-моему, после прострела. Могу ошибиться. Чуть-чуть не повезло. Труфу с этим фрагом. 10-9 в пользу команды Овервотч Реджекс. И маршал у нас пошел от Квикси или нет, Сезарь? Все-таки нет. И это не экономический раунд. Ошибочка у меня произошла. Только лишь Лан у нас с шерифом. Остальные все с винтовками. Какими-никакими. Вандалы, Фантомы. Залог на успех. И у нас медленный раунд сейчас под пленце. Здесь Спайсман занимает непредсказуемую, казалось бы, позицию. Прочекают ли его здесь? Его здесь не прочекали, но Сагасити не перестреливает гомана. Дух, идет на подмогу. Здесь флэшонный уже МСХ не убивает Спайсмана. Алексей, килл по трубу. Не все потеряно пока что. Для Реджексов. Пошел в флэшонный. Зимпли резает трубу, ладно, убивает Сенона. Алексей разменивает. При этом не хватило патронов, что это было сейчас за муху Алексея. Два в четыре, тридцать пять секунд на таймере, но если постараются, они даже могут это выиграть. Потому что все возможно в этой игре. Ими такие клатчи видали. Вопрос только, куда будет продвигаться атака. Судя по всему, они идут на С. Здесь смог положил по таймингу Спайсман. И Спайсман, вот это квадрайкил сейчас. Просто в смог положил последнего оставшегося в живых игрока команды Overwatch Реджекс Шарика. И снова счет равный. Казалось бы, когда и психологическое, и финансовое преимущество у одной из команд, раунд побеждает совсем иная сторона. Овертайм или это? Что думает чат на это? Будут ли у нас овертаймы? Если в этом матче они и будут, то это будут, мне кажется, максимально долгие овертаймы. Настолько долгие, насколько невозможно придумать. Так, ну загасите. Делает. Там Сейдж, кстати. Подсадочку вот эту фирменную, Сейджовскую. Делает. Синон в атаке теперь занимает эти ящики. Здесь Зимпли убивает Алексея. 3 в 5 для Реджекс. Здесь на Аксенон никто не выйдет. Труф, еще один фраг по МЦХ. Снова 2 в 5. И это уже будет медленный раунд. Не будет никуда идти в агрессию команды Overwatch Rejects. 50 секунд. Это будет что-то похожее на сейв с попыткой, конечно же, выбить девайсы у своих оппонентов. Шарик выйдет ли он тут на Труфа. Нет, ждут друг друга. Выжидают, но нет. Шарик сдается. В конце не хочет он никого ждать и отходит к своему напарнику. Будет просто сейф в даблдоре, как я и говорил. Вот они. Самый лучший игрок команды Overwatch Rejects в этом матче. И самый, к сожалению, худший. Синода Шарик. Так, пошли. У нас пострелы по даблдор. Поняли, примерно где находятся враги и атаки. Но нет, вовсе они решили не идти. Оставили. Остались при своих девайсах. 10-11 за iPhone Team. Так, и сейчас к физносу надо брать команде Overwatch Rejects этот раунд. Потому что 12-й отдавать это будет очень опасно. Как он-то матча. Когда каждый раунд максимально непредсказуемый. И неизвестно, кто возьмет следующий. Здесь три человека сейчас будут выходить в смоки. Ступайся. Тут, здесь кое-что пошло. Здесь псевдон. Вот это великолепный телепорт, который делает минус 2 и труп. И вот тут же разменивает. Так, спать поставлен. Див-3. Максимально сейчас непонятная ситуация. Посветили сейдж команды Overwatch Rejects. Она ушла в обломках. Не знаю, шарик. Делать первый фрак с Ага-Сити. Также делает свой килл и квикс. И остается 1-3. Убивать первого. Но чуть-чуть ему не хватает убить. Сейджуэ это 11-11. Показывает нафтор. Ну, если это не овертаймы, то что? Если это не долгие овертаймы, то что? Ну, что? 11-11. Максимально непредсказуемая ситуация. Почему поменяли оверлей? И обратно. Фу! Срубает голову сейчас к Синону. Этим фрагом. Пайсман тут, кстати, занимает уголок, который... Вопрос про чекают ли? Но с пайсман тут самая к этому крессию, хотя нет. Решил не простреливать по САГАСИТЕ. Бериф 5 для атаки. Если бы это был выстрел... Беда была бы прикажется. О, в глаз. Перетел труб. Ой-ой-ой, не довелся. Очень сильно причем не довелся труп по шарику, но в любом случае преимущество пока что за обороняющиеся команды. Кстати, чуть ли не на турель Т-респаун уже проснулся. Пайсман показывает, что десант убивает второго, убивает третьего. Вот это десант Туру сейчас нам показал. Омэн команду Айпан Тим. И, естественно, это покажет на вакторе. Пошел первый, пошел второй пистолет. Третий, Психа уже просто не мог на него отвлечься. И единственный матчпоинт для команды Айпан Тим. И они рискуют на этот матчпоинт. Они берут два оператора. Вот это шаги спортивные. Посмотрим, оправдается ли все это. Пока что у нас атака идет под Аплэнд. Квинкси уже чувствует это. Перебегает со своего плэнта. Ладно, тут засмочен. Ничего, пока что не сможет сделать. Клинкси тоже в смоку. Затерялся там. Хороший, по-моему, должен был быть шок, да? Парк заплэнчен. 5 в 5. Очень редко мы такое видим. Пошли флешки. Кто-то в дыму. Кто где? Опять у нас пошел десант. Тот спайсман делает минус 2 зипли. Так же играет сагасить. Сагасить в дело 1. Если так, пока что, для своей команды. Систем так же играет людей. Остается один выше Синон. И это 13-11. Айпен Тим побеждает в этом матче. А с игрой в Чедокси мы, к сожалению, прощаемся. На сегодня. И они выбывают из турнира. Первым же своем. В дебютном матче. Что ж, это было интересно. Интересный матч. Интригующий. Я ждал овертаймов. А если бы это были овертаймы, они были, опять же, мне кажется, максимально долгие. Ну, а мы пока будем ждать следующего матча. И мы уходим на перерыв. Перерыв.